В здании администрации состоялась встреча заместителя главы администрации Татьяны Квасниковой с сотрудниками библиотечной сети муниципалитета. Первое, о чем напомнила Татьяна Юрьевна, это соблюдение санитарных требований. Работать в библиотеке в режиме онлайн научились еще весной. Десятки различных проектов имели большое число просмотров. Сотрудники придумывали интересные онлайн-встречи, мастер-классы, экскурсии, чтобы те, кто приходил к ним раньше, не потерялся и во время пандемии. В 1514 году создана эта гравюра. И почему меланхолия? Это, как мы знаем, один из людских темпераментов. Журнал «Родина» – это главное открытие и пристрастие мое личное с этого года. Татьяна Квасникова предложила теснее сотрудничать с нашим телеканалом, объединив различные направления работы библиотек в телепроект. В каждой практически библиотеке сегодня есть либо музей, либо сменяемые, приличные, очень солидные, наполненные историческим материалом, местным материалом выставки. Она сегодня рассказывает и сохраняет, и бережет, и бережно относится к традициям местным. Она сегодня рассказывает о творчестве наших поэтов, писателей. Идею поддержали с обеих сторон, и, возможно, уже совсем скоро телезрители увидят на телеканале «Видное ТВ» новую передачу. А на встрече обсудили также и проблемные моменты в работе библиотечной системы. Заместитель главы окружной администрации пометила в своем блокноте самое важное, пообещав сотрудничать с нашими книгачейми и всячески им помогать.